Южная китайская провинция Хайнань расширяет связи со странами ОСИАН. Эти государства являются главными торговыми партнерами провинции с 2019 года. Благодаря инициативе пояса и путь строительства порта свободной торговли Хайнаня и подписанию ряда международных соглашений, сотрудничество продолжает крепнуть. Эта больница, построенная сингапурским медицинским холдингом на Хайнане, лишь один из примеров активного выхода на китайский рынок компаний из Юго-Восточной Азии. Благодаря поддержке центрального правительства и местной льготной политики, а также замечательному географическому положению, Хайнань становится всё более привлекательным местом для инвестиций. Здесь рады инвесторам из Юго-Восточной Азии и Сингапура. В последние три года на Хайнане открыли более 400 предприятий с капиталом из стран ОСИАН на общую сумму более 3 миллиардов юаней. После вступления в силу соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве, сотрудничество между провинцией Хайнани странами ОСИАН стало ещё крепче. Китайские предприниматели также активно выходят на рынки Юго-Восточной Азии. Мы открыли технопарк высоких технологий и производственный центр ОСИАН в Малайзии. По площади они занимают более 1600 гектаров. Наш следующий шаг — продвижение строительства двух промышленных парков. Речь идёт о Малайзийском парке и комплексной зоне сервисного обслуживания на Хайнане. В октябре на Хайнане вышел отчёт о торгово-экономическом сотрудничестве со странами ОСИАН. Согласно документу, оно развивается стабильно. Объёмы экспорта и импорта растут. Мы будем продолжать усиливать открытости на высоком уровне. Полностью раскрывать потенциал всестороннего легионатного экономического партнёрства и свободного борда Хайнан. Работать в соответствии с высокими стандартами всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстехагентском партнёрстве и соглашения о партнёрстве в области цифровой экономики, чтобы повисить инвестиционную привлекательность Хайнаня. Сейчас на Хайнане идёт создание двух баз. Это база для выхода китайских компаний на рынки стран ОСИАН, а также база для помощи компаниям из Юго-Восточной Азии в выходе на китайский рынок. В провинции уверены, что это поможет вывести связи на ещё более высокий уровень.